Горящие глаза, стеснительная улыбка, длинное платье и два хвостика. Такой маленькая гульнара предстала перед нашей видеокамерой. Отводящая взгляд, закрывающая улыбку руками и очень красивая. По росту гульнаре не дашь больше пяти лет, но взглянув в глаза и пообщавшись, понимаешь, она взрослая. Девочке 11, однако диагноз – остеохондропатия тазобедренных суставов, не дает ей возможности быть похожей на сверстников. Болезнь проявляется хромотой и болями в тазобедренном суставе и особенно в колене после длительной ходьбы. Мышцы ягодиц, бедра и голени слегка атрофированы. Несмотря на недуг, девочка учится в 4-м классе гагарской армянской школы. Диагноз не отражается на умственном развитии. Гуля – хорошистка, посещает музыкальную школу и даже танцы. Рассказывает, что когда вырастет, станет стилистом и будет создавать красоту. После долгих уговоров девочка поборола свое стеснение и станцевала для нас. В школе эту активную девочку все любят. Однако сама Гульнара понимает, что физически она отличается от своих сверстников. Да и ее общее состояние здоровья нельзя назвать стабильным. Девочке тяжело ходить, начинаются боли в ногах, спине. Гуля плохо спит, ночью незаметно плачет, чтобы не расстраивать родных. А у родных только одна мечта. Кто ей пока не обижает, никто ничего не говорит, но все равно иногда мне она вопрос задает. Мама, когда я вырасту, я буду расти или нет? Вот эти вопросы все время, можно сказать, так она дает все время. Моя главная мечта, мечта, чтобы она стала на ноги, ходила своими... Ой, звоните. Хочу, чтобы она ходила сама своими ногами. Пока мы живые, мы поможем. В Новосибирском НИИТа готовы принять Гульнару на серию операций. По словам врача, имеются вывихи бедер с двух сторон. Оперативное лечение показано. Оно длительное и требует от ребенка и родителей значительных усилий. После завершения операции походка станет лучше, боли купируются. Если не помочь сейчас, то потом достигнуть нужного результата от лечения будет практически невозможно. Стоимость спасения 300 тысяч рублей. Гульнара ждала и терпела боль. Теперь дело за ее неравнодушными соотечественниками. Я хочу вырастить, я хочу большой и здоровой быть. Неравнодушные жители Абхазии на протяжении нескольких лет исполняют самые заветные желания больных детей. А значит, и у Гульнары есть все шансы на здоровое будущее.